Часть проезжей части улицы Пятигорска уже готова, но другой полным ходом идет ремонт. Прежде чем положить асфальт, трассу расширяют там, где это необходимо или укрепляют ее основание. На ремонт этой дороги в городе 20 миллионов рублей. При нормальной эксплуатации, говорят подрядчики, новое покрытие послужит минимум 10 лет. Хотя местные жители считают, если не ограничить движение большегрузов по этой улице, через два года Пятигорску вновь надо будет капитально ремонтировать. Они сейчас ходят? Люди строятся здесь, много строящихся. Так вот, закройте сейчас знак, поставьте, грузовое движение запрещено. Не только там, а вообще поставьте. Дороги сделали, хватит. То, что они ходят, бетон возят, разбили дорогу. Ну а зачем они нам нужны? Еще одно проблемное место в микрорайоне Соболевка – заезд с улицы Транспортной. Эта дорога не вошла в проект ремонтных работ улицы Пятигорской. Глава города дал распоряжение здесь привести в порядок проезжую часть. Кстати, этот спуск ремонтировали всего несколько лет назад, перед Олимпиадой. До такого состояния, по словам местных жителей, эту дорогу довели так называемые миксеры, из которых при подъеме вытекает бетон. Чтобы этого больше не происходило, принято решение установить здесь знак «Движение грузового транспорта запрещено». После ремонта дорога на Пятигорской станет шире. И жители попросили главу организовать здесь движение общественного транспорта, продлить маршрут автобуса 44К. Соболевка – быстро растущий жилой микрорайон. Алексею Владимировичу поручение мы даем, Татьяна Ивановна, запишите, чтобы он вместе на комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрел вопрос. Появится на Пятигорской и уличное освещение. На встрече с главой города решено. Эту задачу будут решать совместными усилиями жителей и муниципалитет. В свою очередь, мэр потребовал навести порядок на придомовых территориях. Ведь некоторые частные дворы здесь просто похожи на мусорные свалки. Общественникам, которые очень активно просили нас сделать дорогу, точно так же попросил, чтобы они собрали всех жителей и сказали, дорога-то есть, газ тоже есть, освещение мы поможем сделать. А вот как быть с тем, чтобы во дворах навести порядок? И поставят перед жителями такие задачи. Нужно навести здесь порядок. На наведение порядка местным жителям отвели три недели. Полностью завершить дорожные работы, включая благоустройство, на Пятигорской должны к середине октября.